Здарова, привет! Сегодня мы с вами посмотрим чак-ревью ролик, который он сделал Который он обещал сделать, который его просили делать про Игромыла, про Фреде, про ФНАФ, короче Мы, как опытные ФНАФеры Нет, ну ладно Почти прошли первую часть, между прочим Да, нет, на самом деле мы достаточно много роликов смотрели по ФНАФу, поэтому как раз таки вот тут-то мы более-менее шарим Поэтому я думаю, что мы проникнем в шарик Да, шарим, да Ладно, короче, все, погнали смотреть Так-так-так, сидим-сидим О, летсплей Сейчас появится Играла на стриме, нет? Сейчас появится Следующая из пиццерии, в которой постоянно отрубается электричество, а качество картинки будто на домофон снято 21 век Ну, потому что экономили Эти пиццерии, нужно такой смартфон, как у меня Уммм.. Красиво, красиво Атмосферно Я должен скример вывести Ой, привет Как же вы просили А я знала, что будет скример, потому что вырубился свет Я думаю, раз вырубился свет, значит, должен быть скример А я как-то вниз так отлёгся А-а-а, я говорю А-а-а, скример Меня тут пугают? Хорошо Долго уговаривать не надо Я не сильно разбираюсь в лоре Мишки Фредди Следовательно, в данном видео Попытаюсь скорее сам разобраться В культовости данной серии игр Я любопытный Вайв Найтс Эд Фредди Или ФНАФ, или Мшк Фредди Целиком и полностью сделано одним человеком Скоттом Коутеном Вокруг игры сложилась огромная комьюнити Кто-то обожает её, кто-то ненавидит Но точно можно сказать, что ФНАФ Никому не оставляет равнодушно Сегодня мы пройдёмся по всем играм серии Которые вышли на данный момент И попробуем ответить на вопрос Заслужила ли данная серия ту популярность, которую им Раз смотрят, значит заслужил Всё логично, я считаю Если бы не смотрели Ну, хотя бывает так, что что-то реально классное Просто какое-то неизвестное И поэтому смотрят обидно А раз, допустим, ты уже добился Какого-то количества зрителей Да, есть какая-то фан-база Значит, ну заслужено Но начать я предлагаю с разбора личности Автора серии Скотта Коутена Скотт родился в 1978 году в штате Техас С детства у Скотта проснулась тяга к разработке игр И ещё в 90-х он выпускает свою первую игру А, такое нам не показывали Выглядит, ну... В самом деле, в истории Нет, там показывали какую-то другую О, она в пейнце нарисована, да? Не знаю, в чём Скотт будет щекотт Вот, вот это нам показывали Присоединяется к студии Хоуп Анимейшн, где помогает создавать детские религиозные мультфильмы, которые выглядят, ну... Вау Ну да А там, типа, спит? А там, проснулся? Это мультик-мультик Эм, excuse me Но что тебе так много, юнг-мэн? Ну, при этом, стой не бросает свое увлечение в виде разработки игр и отмечается созданием конструктора RPG, RPG, Max и Mini Metroid, который является упрощенной версией оригинальной игры Ну, ну, это уже лучше выглядеть Ну, это уже лучше выглядеть Для своего сына, который хотел поиграть её, но она была снега Для тебя Ну, сына сделал, слышишь? Он периодически делает детские игры, но часто подвергается критике за довольно страшных и уродливых персонажей или окружения По мнению критиков, такие корявые игрульки совсем не подходят для детей В какой-то момент Скотту это надоедает, и он решает поставить точку Этой точкой становится игра Chipper and Sans Вот, вот это вот показывали, помнишь? В этой игре мы играем за бобра, который сажает деревья и поливает их Звучит как-то мне Да, и тогда они сказали, что он страшно очень бобёр, и он больше пугает Он такой, знаешь, какой-то, как кукольный Да, кстати, он уже здесь, уже похож на На Фредди Да, и вот на его, видимо, основе сделали дизайн этих аниматроников Оооо, реально Очень детская игра Очень детская игра Провал с Chipper and Sans Lumber Co очень сильный Знаешь, что забавно? Они такие, нет, детские игры, мы такое не пустим Выходит ФНАФ Играют много детей Такие, ооо, классно, мне нравится, зашибись И он решил выпустить свою последнюю игру, основываясь на критике предыдущих И сделать её по-настоящему страшной Не можешь препятствовать, возглавь Так началась разработка первой части ФНАФ Но заявление о том, что разработка ФНАФ была последней надеждой Скотта Стоит расценивать с осторожностью К этому времени в портфолии этого хитрого мужичка было уже более 70 игр И я сильно сомневаюсь, что именно ФНАФ должен был поставить точку в его карьере В предыдущих играх Скотта часто мелькали существа, похожие на аниматроников Что вызывало негативную реакцию Ну, короче, вся эта тема нравится Именно на этой теме он решил сконцентрироваться при разработке новой игры Для Америки аниматроники плотно вошли в культуру 80-х годов Что-то тоже они такие, да? Пугающе немного И часто использовали в кино, так и в развлекательных центрах вроде Диснейленда И даже в пиццериях Как раз про такую пиццерию Скотт решает рассказать в своей игре 13 июня 2014 года игру регистрируют на площадке Steam Greenlight Вместе с этим Скотт создает сбор денег на Kickstarter Но уже через несколько дней, собрав ровно 0 долларов, отменяет его Также он выпускает трейлеры игры Как заявляет сам Скотт, бюджет игры был всего 300 долларов И ему приходилось в качестве тестировщиков использовать свою семью Тем не менее, спустя чуть-чуть Да, фокус-группа так Ну что, садись, давай, играй Играй Все нормально, зашло, хорошо, следующий скривер Месяца 18 августа Игру принимают Steam Greenlight И пускают на этот грешный свет Геймплей представляет для себя Boyden Click Quest Где нам нужно сжимать кнопки в определенный момент Мы сидим в офисе охраны И можем смотреть по камерам местонахождения аниматроников Когда они подойдут близко, нужно закрыть дверь Но мы не можем всегда держать двери закрытыми Так, по какой-то причине электричество ограничено Технически игра выполнена настолько просто Что это даже гениально Все, что мы видим на экране Это просто заранее отрисованные картинки И несколько гиф-анимаций для смерти персонажа Я был просто в шоке от того Как обычная кликалка по кнопкам Может вызвать такую популярность Интересный факт Несмотря на то, что игра представляет из себя Просто набор картинок При портировании игры на мобильные телефоны Скотту пришлось урезать графику И сократить количество кадров по анимации смерти Что странно, ведь в 14-м году на телефонах уже можно было поиграть в GTA San Andreas Скотт, как художник, может и не плохо, но опыта в разработке Несмотря на предыдущие 70 с лишним игр В 14-м году уже были нормальные телефоны На которых можно было играть в GTA San Andreas Нет, GTA San Andreas А, ну не знаю Может какие-то новые такие, прям дорогие Сюжет в первой части крайне скудный Мы играем за Майкла Автона Который устраивается ночным охранником в пиццерию Фредди Фазбера Первую же ночь он узнает через телефонный звонок Что аниматроники, которые днем развлекают детей Ночью могут свободно ходить по пиццерии Чтобы у них не заржавели детали Также нам поясняют, что если они увидят нас То посчитают, что мы не человек, а эндоскелет Который надо срочно запихнуть в костюм, чтобы дети не увидели К сожалению, от этого мы, скорее всего, умрем По сути, на момент выхода первой части Это весь сюжет Никто нам не объяснит, зачем После того, как герой узнает, что он в смертельной опасности Он продолжает суть или уходить на работу Я тоже этого не понимала Я когда первый в начале думала, ну нахрен, я увольняюсь Какая-то страшная фигня Собирается убить Никакой дополнительной платы за вредность нету Электричество постоянно отрубается Нам показали, что ему звонит там жена ко мне Говорит, ой, даешь денег вообще нет Надо, чтобы ты заработал Дети плачут Пожалуйста, работай И он такой, ну ладно Блин, ладно, я потерплю этих мразий Но если я убру, то пресс-эф Страховку за меня выплатит тебе В смысле, женой-детей Женой-детей, понимаешь? Откуда вообще у аниматроников какой-то интеллект? Почему в здании пиццерии кончается электричество? На все эти вопросы никто никаких ответов не дает Да их явно особо не жаждали ФНАФ полюбили за другое Мы сделали это, давайте посмотрим Бывает эффект неожиданности Когда ты такой думаешь, что нормально-нормально-нормально А ты уже еще раз очарованнее Когда ты почти прошел, а оно выскакивает Это контрасте, да Ковно весит У тебя тишина, комната тихая И ты вроде смотришь Да, именно эффект неожиданности Расслабленный И тут резко такая что-то Дело не в их дизайне, а в неожиданности Самом эффекте, понимаешь? Я помню, была игра, там где вот этот Надо было вести такой маленький кубик А, и там страшное лицо вылазило по комару Оно просто статичное Да, оно неожиданно выскакивало Да, оно было страшно, капец Именно в 2014 году на ютубе Происходил расцвет жанра летсплеев Количество популярных летсплееров Невозможно было сосчитать И каждый хотел урвать кусочек их популярности Это, как по мне, сыграло ключевую роль В культовости игры Одним из первых возможностей Та же тема вроде с Майнкрафтом была Когда как-то он начал немножко затихать По популярности Тоже начали Блогеры подняли Да, блогеры подняли И снова окей, все пошло Самый первый был ютубер с ником Маркеплеер Его летсплей на сегодняшний день Набрал больше 100 миллионов просмотров И, естественно, все остальные Подхватили это И начали записывать свои летсплеи Придавая игре лавиобразную популярность Также в плюс игре сыграл ее простейший геймплей Малая длительность Если знать, что делать Игра проходится за 10 минут И, конечно же, скрин Да, серьезно? Ведь благодаря бурной реакции Если знать, что делать Там вообще-то есть эффект неожиданности Там есть эффект удачи Первая ночь только минут 5 Ну Там еще плюс есть Там еще эффект удачи есть Что бывает по-разному Эти аниматроники бегают Бывает, они постоянно бегают И приходят все время дверь закраться Бывают, они не так часто И ты успеваешь как-то энергию не потратить И успеваешь дожить Случаешь миллионы просмотров И обожание аудитории Игра разошлась тиражом в 20 миллионов копий И это не прошло мимо Скотта И он, оседлав эту лавину Решил ковать железо, пока горячо Сиквел вышел буквально два месяца спустя Очень быстро, очень быстро Кот явно решил не тянуть ни секунды В том числе из-за этого игра, по сути, ничем от первой части не отличается Геймплейно мы все еще работаем ночным охранником И должны спасаться от бродящих по пиццерии аниматроников Отличия от первой части, конечно же, есть Во-первых, у нас больше нет дверей А защищаться нам предлагают маской Фредди, которую нужно вовремя натянуть Я напомню, что основная мотивация аниматроников в том, что они видят нас Экзоскелет себе подобного и хотят запихнуть А тут получается у тебя, типа, морда? Значит, не надо И с небольшим шансом при смерти могут включаться мини-игры Эти мини-игры и стали для фанатов соломикой, за которой они начали тянуть сюжет из этой серии Все, понеслась Все, понеслась Но при этом графику дополнительно зашакалили Разобрать, что происходит на экране, довольно сложно Но в этом и была суть Скотт, кажется, понял, что чем больше он запихнет в игру всяких непонятных деталей Тем больше, чем больше откопаться Тебе еще нужно придумывать сюжет? Тем больше, ты можешь почитать А, смотри, можешь сейчас напихать что-нибудь такое? Люди придумывают сюжет Они сами придумывают? Я скажу Да, я так и задумывал Да, блин, да, вот так глубоко А мне кажется, это гениально Я в этом думаю А мне кажется, это прикольно Али за общество сможет родить СПГС-теории А он сможет брать те наработки свои Следующие игры Вот так, например, выглядит первое появление фиолетового маньяка Являющегося главным антагонистом всей серии игр А вот это, например Мертвые дети, которым Марионетка раздает костюм Если вы можете разглядеть в этих полосках то, что я описал То поздравляю, вы истинный фанат книжки Фредди Держите леденец Игра продалась еще лучше оригинала Набрав на платформах около 50 миллионов копий Разработка третьей части стартовала сразу же после выхода сиквела И уже в декабре 2014 в игры появился первый тизер На этот раз Скотт не торопился выпускать игру Он решил поиграть с комьюнити Всего к третьей части вышло 7 тизеров и один трейлер А также Скотт несколько раз тронил комьюнити То рассказывая, что его взломали и игра отменена То перенося дату ее выхода Из-за того, что решил заменить музыку в игре на свободный адаптский прав Сама игра вышла 2 марта 2015 и не представляла из себя ничего нового Геймплей на это был клон первой и второй части Из изменений в игру добавилось больше мини-игр И графика в них стала заметно лучше Теперь не возникало сомнений, что перед тобой ребенок А не набор странных полосок Я не буду рассказывать про сюжет этой части Он, как у предыдущих, не содержит в себе ничего интересного Но мы вернемся к нему отдельно Игра... Ага, сейчас такие... Люди ребенок такие... Как ты сидишь, чего-нибудь... В смысле? Там переигрыш, все истории рассказывают Это моя самая любимая часть В момент выхода побила рекорды продаж первых двух частей Но о совокупных продажах неизвестно Игра была воспринята фанатами довольно тепло Но уже начали появляться недовольны Четвертая часть это первая игра серии Позволившая себе отойти от канона Мы больше не охранник в пиццерии Теперь мы играем за ребенка Которая ночью носится по своей комнате от двери к двери И проверяет фонариком дом на наличие монстра Хотя с виду игра отличается от остальных Геймплей у нее абсолютно такой же Даже двери слева и справа от героя на месте Графически это все так же набор картинок И четвертая часть игру уже начали за это критиковать Скотт опять пытался в загадке до выхода игры И постоянно меняя наполнение своего сайта После ее выхода... Это вот кто-то критиковал, между прочим Помнишь, смотрели с тобой обзор от сумочки? Да, он говорил, что наоборот Это была класс и ламповость А когда начали делать всякие вот эти 3D-ходилки Как в последнем в FNAF Что типа это уже совсем не то и другая игра Потому что каждому свое Да, на вкусу света товарищей нет Кто-то говорит, ну все это однообразно Давай мне другое совершенно новое Кто-то говорит, нет, не меняй, мне так нравится Став пошелся так Просто там добавь каких-нибудь новых персонажей Для развития сюжета, например Даже стер сайт целиком Как бы давая понять, что закончил с франшизой Но буквально спустя несколько дней На сайте появился новый тизер Классика И так было много-много раз Далее не хочу останавливаться на каждой игре подробно Потому что все они так или иначе Занимаются самокопированием И выделить одну относительно другой Будет сложно Пройдусь вкратце по изменению Five Nights at Freddy's 5 Мы опять работаем ночным охранником Но теперь в развлекательном центре Отличие от предыдущих частей в том Что появилось несколько локаций И персонажи перед каждой ночью дают конкретное задание Five Nights at Freddy's 6 Игра первые 10 минут Притворяется менеджмент стратегией Где нам нужно управлять рестораном Но потом геймплей обратно скатывается К первой, второй, третьей части Five Nights at Freddy's 7 Являет собой просто сборник всех монстров Из всех предыдущих частей А даже что-то было похоже на Mortal Kombat Как ты выбираешь персонажа Аниматроника против аниматроника Такой файт А мне кажется классная идея чего Нет? Да Нормально? Да Можно делать только мини-игру Мини-игру тоже выбираешь Очень похоже было Да, реально Mortal Kombat Который был на сеге Знаешь, что такое Вот выбираешь Вы можете сами выбирать Каких включать Каких нет Геймплей как в первой, второй, третьей части Five Nights at Freddy's 8 Вновь копия первой, второй, третьей части Но теперь в виртуальной реальности Стоит отметить, что от этого игра стала действительно жуткой И также Мормок не играл мне? Это была первая часть серии Которая перешла в полноценное 3D В свое время даже мы смогли В VR я бы поиграл В VR я бы хотел попробовать В VR вообще, наверное, как-то Да, мне кажется, что там лучше поурожаешься Еще наушники, знаешь, чтобы они звуки Нормально так поорать Во, они играли, видишь? Видишь? Бежал, во-во-во Ты понимаешь, что я обосрался с твоего крика Five Nights at Freddy's 9 Самая последняя на данный момент часть Которая... Пока что Она очень отличается Да, это же конкретно В большом торговом центре Мне показалось по настроению Очень похоже на Паппи Плейтайм Да Очень похоже Вообще Там фабрика с игрушками Тоже все такое, знаешь, ярко-красочное И при этом много пугающего Это тоже яркий, красочный торговый центр детский Развлекательный комплекс, да? И тоже достаточно много пугающего Шаг вперед относительно других частей Игра получила довольно смешанные оценки Пользовательский рейтинг на Метакритике Остался на значении 5,7 баллов Игру ругают за огромное количество багов Не очень хорошую графику И геймдизайн Алды ругают А Ньюфаги боготворят Да, Ванесса Так как в первых частях серии Ни о каком сюжете речи не было Его активно Начало писать комьюнити А сам Скотт подхватывал Самые понравившиеся идеи И интегрировал их уже в следующие игры Подход на самом деле интересный Но из-за того, что серия разрослась Аж до 9 полноценных игр И 22 книг На данный момент он из себя представляет Просто мешанину всего Что только можно представить Я пройдусь по нему вскользь Потому что полностью разбирать Все же данные эпопеи И часа не хватит В качестве главных действующих лиц У нас представлена семья Афтонов Глава семейства Уильям О, смотри Сделали прям целый сериал в Майнкрафте Чтобы показать историю Прикольно Владелец сети пиццерии И его дети Майкл, Элизабет И самый младший ребенок Кэссиди В 70-х годах Уильям с товарищем Открывают пиццерию Фазбера с аниматрониками Бизнес процветает И все идет хорошо До 83-го Ну или 87-го года Когда группа подростков Возможно при участии Старшего сына Майкла Издеваясь над Кэссиди Запихивают его в рот Аниматронику Фредди После чего От его слез Механизм челюсти Фредди ломается И он ставливает голову ребенка Отчего тот впадает в ком Отец семейства сходит с ума И начинает убивать детей Сначала он за стендами пиццерии Убивает дочь его товарища Генри Потом заманивает пятерых детей В отдельную комнату самой пиццерии И также убивает Делает он это в костюме Фредди Прямо во время работы заведения Нрава Умерших детей переселяются в тела аниматроников Не, ну по сюжету мы это знали Что там такое было Ну конечно в Майнкрафте нормально Ну прикольно Реализовали на самом деле Что рождает оригинальную четверку С первой игры Также Уильяму приходит в голову Идея сделать аниматроников Которые бы ловили для него детей И создает персонажей второй части ФНАФа Но по стечению обстоятельств Первой же жертвой новых аниматроников Становится его собственная дочь После этого происшествия Ресторан окончательно закрывается Но в 87 году ресторан открывает Уильям убивает еще 5 детей Их души также переселяются в аниматроников Ресторан снова закрывает В 93 открывается еще один ресторан Аниматроников используют старых Из-за того, что нет бюджета Где служба контроля? Как они вообще разрешают рестораны Открывать после всего вот этого? Скажи Не, ну типа допустим они Не знали, что он сделал Но это очень странно Что у этого чувака В этой пиццерии пропадают постоянно дети Это довольно-таки какие-то мысли Его устраиваются работать ночными охранниками Майкл Афтон, старший сын И вроде как аниматроники В которых сидят души детей Узнают в нем отца И поэтому хотят убить Майкл звонит отцу И тот признается, что убил кучу детей И их души переселяются в аниматроников Сын уговаривает отца Убить всех аниматроников Чтобы покончить с этим дерьмом Уильям приходит в пиццерию И убивает всех аниматроников Но освободившиеся души детей Не хотят его отпускать И от страха он залезает в костюм зайца Но костюм старый И, внимание, из-за мокрых пружин Убивает Уильяма Но тот не умирает А становится еще одним ходячим аниматроником Тем временем Майкл отправляется на поиски своей сестры Которую сожрал аниматроник Но та его обманывает И вместе с другими персонажами Пятой части Они собираются в одного большого аниматроника Оттуда залезают в тело Майкла Казалось бы, что Майкл должен был умереть После того, как в него залез огромный робот Но как бы не так Он, идя по улице, просто сблевал робота И пошел дальше, как ни в чем не бывало Теперь Майкл хочет найти отца Освободить все души из аниматроников И он связывается с товарищем отца Генри И они на пару открывают хоррор-аттракцион В который привозят всех оставшихся аниматроников Они устраивают заведение пожара Но Уильям сбегает Плюс выясняется, что есть еще трое живых аниматроников Помимо него Они решают Ай, мне такое ощущение, как будто мне пересказывают 15 сезонов сверхъестественного за 10 минут У тебя нет такого чувства? Открыть последнюю пиццерию И теперь уж точно, 100% Наверняка убить всех оставшихся Ребята заманивают всех в эту пиццерию И устраивают пожар, в котором гибнут все Включая Майкла и Генри Уильям после этого все равно появится В 7-9 частях Но продолжать этот фестиваль бреда Я уже не вижу смысла Из-за того, что сюжет писался по фанатским теориям В нем возникала куча несостыковок Который Скотт решил просто проигнорировать Да и сам факт того, что сюжет произведения Появляется спустя какое-то время После выхода самого произведения Лично меня вгоняет в культурный ступор И вот В 2021 году Разразился скандал с участием Скотта Коутона На него и на его семью Посыпались обвинения и угрозы Причиной этого стала политическая позиция Которую поддерживал Дональда Трампа Да, да, было такое, помнишь? Вскоре после начала травли Скотт опубликовал большой пост на Reddit В котором он сказал, что собирается Уйти из игры индустрии И больше посвящать время семье и беременной жене Которая очень переживала из-за угроз Также он заявил, что не собирается Извиняться за свои политические взгляды В этот момент в разработке была Девятая часть Фредди И Скотт заявил, что передаст права на нее Человеку, который он сам выберет Темный закат истории Но, о чудо, игра вышла И Скотт все еще числится в статусе разработчика Дело в том, что за всю историю франшизы Скотт уже неоднократно заявлял о том Что собирается уходить И даже полностью удалял свой сайт Но это всегда было лишь инструментом Чтобы подогреть фанатов Перед выходом очередной игры Так что, думаю, Скотт хитер как никогда И регулярности его уходов Даже позавидуют магазины Sunlight Но кто знает Может, финальный уход был правдивым Время покажет Но серию однозначно надо развивать В новом направлении Со скрипом начали, ну и слава яйцам Five Nights at Freddy's Это серия игр, которая просто повезло Выйти в удачное время Время, когда все шестеренки обстоятельств Сошлись воедино Очевидно, мир нуждался в этой игре И породил огромное количество Народного творчества А творчество — это всегда хорошо Я считаю, что вклад самого автора В развитие этой серии не больше одного процента Практически всю работу за него сделали фанаты В его играх изначально не подразумевалось Никакого сюжета Это были просто наспех сделанные пугалки Но когда твоя игра обретает такой успех Всегда найдутся те, кому этого будет мало И они будут искать скрытые послания Гадать на кофейный... Слушай, это как сейчас в Backrooms, походу Тоже чуваки просто придумывали какую-то картинку Это же просто с крипипастой Разросся прям уже огромный мир какой-то И уже сами придумывают себе Какие-то истории То же самое, как и про SCP было, помнишь? Удобно, что создатель может заходить Читать все эти фанфики И такой, о, вот это прикольная идея Такое возьму на вооружение Не, ну очевидно, конечно, что он брал идею Потому что он же делал игру Следующий час через два месяца выпустил буквально Это же очень быстро Гущие просто выдумывают от себя Сам Скоут Коутон, будучи довольно слабым С технической точки зрения разработчиком Очень быстро понял всю суть ситуации И ей талантливо воспользовался На данный момент он выпустил 9 игр и 22 книги И пока о серии помнят Я уверен, что ее будут доить еще дальше Хочется лишь пожелать фанатам терпения И мужества разбирать то, что появится в следующих частях И пытаться сложить из этого хоть какой-то осмысленный сюжет А при том, что уже несколько лет ходят слухи Про готовящийся в Голливуде фильм Им это ой как пригодится Лично я не являюсь поклонником ФНАФа Но было очень интересно копнуть в историю Столь известной франшизы И понять все истоки Более ублюдским было бы только то Если я в конце этого видео впихнул бы скри Я не испугался Потому что догадывался, да? На самом деле это получается По сути игра такого рода, мне кажется Что она больше создана для людей Чтобы те придумывали какой-то сюжет Разрасталось какое-то общество вокруг этого И она спорила Потому что ты помнишь, что смотрели когда обзоры Думаешь, для этого создана? Может, случайно так получилось? Нет, так случайно получилось Но просто чувак вот этот Коутен, да? Он подхватил эту тему И прямо как светлал волну И реально вот начал это очень хорошо использовать себе в плюс Посмотри, вот мы когда смотрели тоже обзор от Сумочкина Он приглашал кучу разных блогеров нафер Вы кажут, что там своя теория Рассказывал свой кусочек рассказа Реально, что создателя в эту теорию не влаживал? Нет, не то Это, знаешь, мне напоминает какое-нибудь стихотворение Которое ты там на уроке проходишь На русской литературе, например Ну, где угодно, да? Просто стихотворение И тебе учительница говорит Автор вложил то-то, то-то Автор такой стихотворения А, да? Я вообще такое не вкладывал? Я другое вела иду? Ну, если вы так сказали, пускай так и будет Мне кажется, очень большой фактор везения Потому что, видишь, сколько до этого я взял игр Ни одна не подцепилась Так у него еще и хейтили на самом деле Да, потому что главное все-таки не опускать руки Ты видишь, он там 70 игр или сколько-то залупил Он же не то, что там один ФНАМ сделал С первого раза же он зашел Нет На самом деле человек достаточно много работал И в итоге получил свой кусок славы Но тут, мне кажется, да, большой фактор был везения Потому что, мне кажется, реально эту игру Очень сильно распространил именно вот Ютуб Вот именно стримеры На самом деле, такие есть вот игры Которые вот именно благодаря, мне кажется, стримерам Они очень хорошо распространяются Вот, не знаю, вот фосмофобия, например Вот, мне тоже кажется, все начали играть, пугаться Всем стало интересно И все начали тоже больше и больше в это играть Конечно, блогеры, как лидеры мнений Они очень быстро распространяют Помогаются, да Если, знаешь, выпускать какую-нибудь игру И быстренько подкупить тех блогеров Давай, бизнес-флан, расскажи нам Ну да Ну типа, знаешь, быстренько подкупаешь Чтобы каждый сделал рекламу какую-нибудь А еще поиграл И сделал какой-нибудь ролик Похвалил Вообще так же разве не делают Дают ранний доступ специально для игр Для всяких популярных летсплееров Чтобы они заранее поиграли И сказали свое мнение Ранний доступ, это плохо Но не только ранний доступ, да Надо давать денег Ну, может, дают И говоришь, типа Скажи, что игра хорошая Так нормально В общем, вот такая вот получилась реакция Спасибо большое за просмотр Пока Хм, неплохо, неплохо А давай еще это видео посмотрим А может, лучше это? Сложный выбор Сложный выбор Сложный выбор